Каждый аквариумист пользуется различными средствами для своего хобби, особенно те кто имеет не пару аквариумов, а больше, скажем целую стойку, те кто занимается разведением и прочее. Естественно, у каждого есть свой топ средств, которые всегда находятся под рукой. В этом видео я поделюсь с вами своим таким топом и начнем с того, чем я пользуюсь реже, дальше чем я пользуюсь чаще, ну и первое место в таком топе займет то средство, которое всегда у меня есть. Пятое место занимает Белизна. Та самая, которая стоит по 10-20 рублей без всяких ароматизаторов и прочих ненужных добавок. Очень популярное средство в аквариумистике. Многие пользуются и я не исключение. Хорошее средство для аквариумов из категории БУ, особенно если это не ваш аквариум и вам неизвестна его история. Но чаще всего лично я использую для обработки грунта и декораций. Наверняка каждый из вас замечал, что грунт в аквариуме со временем теряет свой цвет, покрывается налетом и чаще всего на это влияют диатомовые водоросли или их еще часто называют бурыми водорослями. Сейчас не будем говорить от чего они вообще в принципе появляются и как с ними бороться. Суть в том, что перекосы в аквариумах случаются и тут на помощь приходит Белизна. Замечу, что это касается не только бурого налета, но и любых водорослей, которые покрывают декор. В общем, я собираю такой грунт и декор в ведро объемом по 10 литров. Заливаю водой и добавляю по одному стакану Белизны. Любым ненужным предметом все это дело перемешиваю таким образом, чтобы Белизна попала под каждый камешек и заполнила каждое отверстие декоративных камней. После этого оставляю на ночь. Утром сливаю воду с Белизной, заполняю свежей водой, перемешиваю и сливаю несколько раз. Снова наполняю водой и оставляю на 3 часа. После опять сливаю воду и заполняю свежую. Снова перемешиваю и сливаю и снова заполняю водой. Оставляю еще на несколько часов. В итоге от грунта и декора все равно будет исходить запах Белизны. И это нормально. Не стоит этого пугаться. Можно засыпать обратно в аквариум. Грунт и декорации после такой обработки как новые. Четвертое место в моем топе занимает Сайдекс. Жесткая химия. Изначально я хотел ее поместить на пятое место, так как пользуюсь этим средством не так часто. Однако поразмыслив понял, что Белизна у меня заканчивается и не всегда есть в наличии. А так как Сайдексом я пользуюсь редко и по чуть-чуть, он у меня есть всегда без исключения. К использованию данного препарата прибегаю крайне редко. Так как Сайдекс помимо того, что уничтожает водоросли, в частности черную бороду, он уничтожает и биологию аквариума. Соответственно можно сказать, что использование этого средства равнозначно перезапуску аквариума. Более того, если немного переборщить зазировкой, может всплыть рыба. Для тех, кто еще не пользовался Сайдексом, скажу, на флаконе есть инструкция и конечно нужно действовать по этой инструкции. Но я рекомендую не вливать сразу всю необходимую дозу. Растяните этот процесс. Влейте сначала половину от рекомендации. Посмотрите, как реагируют аквариумные жители и только через день постепенно увеличивайте дозировку. Это необходимо, чтобы рыбка привыкла к этой химии. А вообще, лучше никогда к Сайдексу не прибегать. Третье место занимает Аквасейф. Он у меня есть всегда и я регулярно им пользуюсь. Аквасейф водопроводную воду делает пригодной для рыб. То есть нейтрализует вредные вещества, такие как хлор, хлорамин, медь, цинк и даже свинец. Вообще, в принципе, рыб постепенно можно приучить к чистому водопроводу. Однако, как показывает практика, количество лет жизни у аквариумных жителей уменьшается. Но это не самое главное. Часто бывает так, что весной резко меняется качество воды. Возможно, что-то происходит в котельных станциях или еще где-то. В такие моменты рыба страдает и нередки случаи гибели. Однако, в аквариумах большого объема от 500 литров практически всегда при подменах используют водопровод. Объем имеет значение и при подменах в таких аквариумах адаптация к новой воде проходит мягко. Я отстаиваю воду для небольших аквариумов. И лишь когда срочно требуется подмена, готовлю воду с помощью аквасейфа. То есть пользуюсь функцией по уничтожению хлора и металлов. Однако, даже в отстоявшуюся аквасейф ношу резонный вопрос зачем. Дело в том, что во время подмены воды рыбка так или иначе испытывает стресс. Мечется по аквариуму, ищет куда спрятаться, думаю каждый из вас это наблюдал. В аквасейфе есть комплекс витаминов группы В, который этот стресс снижает. Но это еще не все. В этом средстве также есть экстракт растений, который защищает жабры. Более того, в нем есть витамины, йод и магний, которые способствуют поддержанию жизненных сил, росту и хорошему самочувствию аквариумных жителей. Ну и напоследок добавлю, что аквасейф улучшает прозрачность воды и способствует росту полезных бактерий. Вот мы и подобрались ко второму месту моего топа средств, которыми я пользуюсь всегда. Итак, второе место занимает малахитовый зеленый. Хорошее проверенное годами средство от плавниковой гнили, ихтиофтироза, дерматомикоза и так далее. Я считаю, что у каждого коремиста в аквааптечке должно это средство быть. Особенно у тех, через чьи руки проходят по несколько сотен рыв в месяц, как у меня. Обратите внимание, малахитовый зеленый используется не только в качестве лечения больных рыб, но и как профилактика для водных обитателей, находящихся на карантине. То есть новых рыб, которые поселятся в основном аквариуме. Не стоит забывать, что малахитовый зеленый нужно с осторожностью применять в аквариумах с растениями. Особенно с так называемыми нежными растениями, с тонкими листьями. Помимо этого, малахитовый зеленый плохо влияет на беспозвоночных. Это всевозможные улитки, креветки, раки и крабы. Если в аквариуме есть нежные растения и беспозвоночные, лучше всего больную рыбу лечить в отдельной емкости. Напомню, что если ваш фильтр содержит уголь и циолит, их необходимо убрать на время лечения. Ультрафиолетовый стерилизатор также должен быть отключен. Первое место этого топа занимает метиленовый синий. Уникальное средство, известное с 19 века. Кстати говоря, используется не только в аквариумистике, но и в медицине в качестве антисептика для лечения инфекций ротовой полости и мочи половых путей. Относится к списку жизненно важных препаратов ВОЗ. Но давайте все-таки вернемся к хобби. Метиленовый синий – это кондиционер для аквариумной воды. Оказывает оздоравливающее действие на водную среду аквариума. Препятствует размножению в аквариуме патогенных грибков, а также нежелательных бактерий. Можно использовать во время карантина и самое главное – для обеззараживания икры. Наверняка те из вас, кто подписан на канал Параквариумистика, замечали, что именно так я и делаю, дабы избежать поражения икры грибком. Вообще, если говорить положа руку на сердце, скажу, что в любой непонятной ситуации я использую метиленовый синий. Или, как говорят, синьку. Что бы с рыбками не случилось, даже если еще непонятно, что именно не так, но поведение изменилось, можно заливать данное средство. Хуже точно не будет. Как и малахитовый зеленый, это средство легко выводится с помощью угля, циолита и прочих адсорбентов. При использовании метиленки лучше всего усилить аэрацию воды. Не забывайте, кто знал, и запомните те, кто впервые слышит, метиленовый синий может снижать активность нитрифицирующих бактерий. Поэтому, перед тем, как пользоваться такими кондиционерами, стоит делать подмену воды. На этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, что находится в вашем арсенале. Это интересно не только мне, но и подписчикам. Делитесь своим опытом, давайте вместе получать удовольствие от этого хобби. Субтитры сделал DimaTorzok